всем привет вы на канале магистраль жизни меня зовут сергей сегодня 5 октября понедельник и тема сегодняшнего урока 12 часов без комиссии яндекс первым делом хочу сам проверить и вам показать как все-таки запускается промокод который мы добыли в прошлом выпуске и он у нас на 12 часов значит настройки наши вот он отображается сразу даже показывает как сообщение написано что нужно использовать до 31 декабря что будет после 31 декабря я не знаю и узнавать не хочу потому что скорее всего он исчезнет что пробуем нажимаем а подождите какой пробуем даже заказ сначала поймать хорошо значит у нас 12 сниженной можно применять а вот дата указана до декабря давайте сейчас пока не будем с поймаем заказ давайте направление выставить домой поехали об болен су-30 прям все светится очень красиво газик липник то 68 буквально пару минут мы подождали это был эконом и он плюс 5 а вот теперь давайте запустим его главное чтобы нас дождались тык тык применить все действует написано понятно как-то достаточно быстро мы домчались за пять минут но тут же по цепочке прилетел следующий заказ тоже эконом и плюс 5 и где-то тут рядом 700 метров указывает но здесь прибыли и и а и и и 9.40 получилось два заказа мы выполнили по пути и вот не знаю прилетит что-нибудь сюда или нет очень рядом и пошел опять дождик всю ночь и сейчас но для работы это только плюс и я наверное не стану ждать я завершу это направление мы в зоне в 9 рублей отлично по делам симашка поехали и включу следующее ох красота какая люблю понедельники как-то по-другому начало работать направление мне кажется лучше немного потому что направлениями я давно промышляю и раньше как правило я чуть дольше стоял и заказы прилетали ну такие максимально длинные то есть от места где я стою и практически к месту где указано сейчас же как-то они начали делиться на коротенькие вот час два заказа было когда-то на днях было три заказа но третье там они отменили но все равно он был и как бы для меня это хорошо но я думаю для вас тоже если вы пользуетесь такой кнопочкой потому что выгоднее там три коротких провести чем один длинный а может быть так происходит потому что заказов больше стало может быть они в настройках ничего и не делали немного сместился я сейчас по тимошенко еду и на бурдейного свернул это постоянно немного подожду дунина дзержинского 57 отличненько блин надо было не двигаться и красота туда сдвинулся но кто знал так хотя бы охват побольше был на 940 за этот заказ получилось направление я уже выключил и давайте еще одно направление врубим поехали у нас еще 20 минут коэффициента по-любому нужно гореть о какая пробочка стоит это одна из причин почему я направление использую потому что очень часто приходит заказ и он идет либо в центр либо через центр из спальных районов лавочку разрисовали и ты выезжаешь и становишься вот в эти пробки направление у меня стоят таким образом что они не в центр ведут а соседний район и получается мало-мальские короткие заказы и плюс не в самые пробки поэтому мне нравится использовать направление крадемся мы тут потихоньку что-то не прилетает ничего я щас в сторону голубева еду туда где там заказы на брикета 30 они же постоянно мне прилетали а сейчас чего не летят наш не время еще заказ по направлению так и не летит уже 20 минут мы стоим сейчас начнут потухать коэффициенты и уже большое желание выключить эту кнопку ехать во все стороны давайте подождем еще но где же заказ так и не прилетает я позже наверное пробки отстоял и заработал а так вот стою потихоньку фиолетовая зона уменьшается давайте-ка мы пошевелимся чуть чуть дальше за перекресток туда заеду эх ничего не помогает и сейчас уже потухнет давайте-ка завершаем и просто на линию последние кфс поймать все-таки заказ эконом плюс 5 даже просто на линии все равно пришлось пять минут постоять странно а поедем мы на маяковского 1080 уже прилетел следующий он комфорт там короче долгая поездка через весь город на уруча мы сейчас 13 20 вышла за эту поездку хотя проехали на прилично 21 километр я тут только со двора выехал тут же прилетел еще один комфорт но это будет коротенькая поездка вот он чувачок стоит да это был и здравствуйте доброго м и Далее по цепочке прилетел у нас эконом. Городецкое забираем, на миле же один едем. Еще у нас заканчивается бензин. Я на выходных специально не заправлялся. Хочу попробовать эту скидку, которую предоставляет таксометр. Помните, я вам в одном из выпусков показывал. Так что сегодня мы испытаем это дело. Еще у меня есть автокарта, по которой тоже идет скидка. Не скидка, а кэшбэк 4,5%. И по идее эти скидки должны суммироваться. Потому что кэшбэк это одно по карте, скидка это другое. Она будет отдельно рассчитываться. И получится у нас 5,5%. До паруса мы доехали. Получилось 5,70%. Фух, и пока ехали, у меня чуть не улетели. Опять со двора вылетает. Кто там, что там, я даже не видел. Я вовремя успел вильнуть. Так бы ему нос разнес точно. Ну и себе тоже в правую сторону. Бедный пассажир там. Знаете, что странно? Первый вопрос, который пассажир задал, это А почему мы поехали сюда? Это как бы очень странно. Ну, потому что голос из космоса мне приказал Едь сюда. Поэтому поехали. Не знаю я, что он мне там за оценку поставит. Надеюсь, не влупит единицу. Оказались мы в моем любимом районе. На Леонида Видеонтар впереди. Я вот думаю, надо, наверное, на заправочку на Некрасова съездить. Сейчас вроде как такое небольшое затишье я смотрю. Заказы не приходят. Давайте уйти с линии. Значит, как у нас там? Нажимаем вот эту штуку волшебную. А, и смотрите. Вот только недавно показывал, была строка еще карта водителя. Теперь же уже нету. То есть, блин, настройки постоянно как-то меняют, как хотят. Видимо, случайно эта строка осталась. Она не должна была быть. Не знаю, в чем причина. Будет, не будет. Короче, сейчас только так. Вот АЗС у нас есть 1%. Ближайшая. Ну, вот полтора километра. Пум. 1%. Ну, поехали. Вот она тут рядышком. Давайте испытаемся, что это такое. А автокарта, которая у меня есть, она никакое отношение не имеет к этому таксометру. Она у меня уже, наверное, года то ли 3, то ли 4. Это абсолютно сторонний банк. Создана она как бы специально для водителей. На любых заправках кэшбэк дает 3%. И причем по всему миру. То есть, в Европе я стараюсь по этой карте заправляться. В России тоже, когда езжу. Ну, и по работе тоже. Так она по всем заправкам дает 3% кэшбэк. А вот именно на 100%, которое мы сейчас едем, там 4,5%. Получается, у нас вот эту фигню надо нажать и показать ее на кассе. Отлично. Льем мы с вами 95-й. Здравствуйте. Скажите, вот такая штука есть, работает для нас у вас. Все, поняла. Давай. Четвертая колоночка. 95-й. 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 Сколько? 50 рублей. На 50 рублей оплата партой. Только что женщина заправлялась. Точно так же, да? Да. Крилочек наш есть? Держите. Слушайте, есть, но я не взял. Ну, ладно, неважно. Так. А это может быть только при наличии пилка, наверное. Я не в курсе. Я не в курсе. Давайте я сбегаю, Маш. А уже я отменила. Давайте пробовать, если что. Ладно, давайте. А, нет, у вас же 400 есть. Прикаривайся. Это там, по-моему, чуть-чуть микрофоник на у вас. Ага. Да, скидка есть. Получилось? Там на чеке написано или как? Да, да, на чеке. Вот, 50 копеечек у вас в скидочке. Сидите. Ага, спасибо. С брелком без брелка, главное, чтобы уход. То есть брелок, в принципе, не нужен. Ну, лучше будет, чтобы участвовал в акте. Я понял, просто я не взял. Хорошо. Спасибо, до свидания. Так, в общем, все работает. Все норм, можно пользоваться. Давайте на линию выйдем и продолжим нашу работу. А здесь мы стандартно вот сюда, вот во дворике сейчас не будем ждать. Все-таки как-то в понедельник, наверное, не очень выгодно 12-часовой промокод использовать. Я, конечно, посмотрю до конца дня. Может быть, я и зря его запустил в понедельник. В пятницу точно выгодно, это я знаю. Я когда-то, наверное, пробовал в понедельник 12 часов запускать. Просто не помню результат. Вот сейчас и узнаем. Ну, а по чеку, вот получается, да, скидка. Вот она отображается, 50 копеек скидка. Итог 49. Ну, они как бы интересно пишут, 1%, да? Тоже не шкалы, не написано, сколько пролить нужно бензина в месяц, чтобы получить больший процент. Как-то, блин, все очень странно. Может, надо порыться, может, где-то есть информация по Асту. О, пока я тут рассматривал, комфорт прилетел. Богдановича 140, не Мига 3. Отлично, комфортик прилетел. Поедем дальше работать. Надо только порядок навести. Конечно, мы оказались не на не Миге 3, а на революционной. И сейчас мы попробуем на Держинского прыгнуть. Наверное, самое ближайшее выгодное место отсюда, мне кажется, это Держинского. Остальные места как-то подальше будут. Пока ехал, два заказа прилетало, один в спину. Я вот остановку только проезжаю, вот туда, к примеру, доехал, и на эту же остановку прилетает заказ. Блин, а там на Невиге, что-то развернуться. Полдня пройдет, пока ты доедешь туда. Пришлось пропустить. Второй заказ на вокзал прилетел. И там на пригородную, это туда в сторону. Но новинок, в общем, тоже пропустил. Как-то привередливый я слишком. Это не хочу, то не хочу. Комфорт хочу, вот что я хочу. И хотел добавить еще по поводу вот этой заправки и скидки 1%. Я этот месяц специально буду литься на этих заправках. Посмотрю, сколько я залью. Подождите, это считать надо, наверное. Короче, придется считать, сколько я заправляю, раз нет информации никакой. И думаю, в начале следующего месяца я тогда уже расскажу, что и как. Прилетел очередной эконом, и теперь я уже не вижу, куда ехать. Только где забрать пассажира. Потому что активность упала ниже 90. Доброе утро. 143, да? Здесь, да? Да. До свидания, вот так же. Что мы через весь город проехали, и получилось у нас 7,70. Видной заказ прилетел по комфорту. Ну, такой немножко странный, конечно. С двумя адресами. На Калиновского. Забираем, потом Славинского 17. Кого-то отвозим. И потом возвращаемся на Мстиславцы сюда же. Но он по комфорту, поэтому поедем съездим. В общем, прилетел еще один эконом, очередная мамаша с ребенком. Так что ждем 7 минут платных. Сейчас я поближе к месту посадки подъеду. Чтоб претензий не возникло, что я где-то не там стою. Не туда еду. Потому что это очередной висяковый заказ. Вот все, у нас уже 7 платных минут стоит. И делаем скрин, чтобы было видно, где мы стоим, и время, которое мы отменили. Отлично. И вот теперь можно делать отмену. Потому что такие заказы постоянно прилетают. Постоянно делаешь отмену по правилам. По итогу деньги у тебя все равно забирают. Ну, вы видели, как я это делаю постоянно. Так что это очередной висяковый заказ, с которого деньги, скорее всего, заберут назад. И потом придется доказывать, что мы не верблюды. Машины только привозят. Один Яндекс. Туда поехал Яндекс. Я уже стою минут 20, наверное. Может съехать куда-нибудь. А куда тут съедешь? А, поближе. Точно, давайте на Данамол поближе подведем. Не успел я, только завелся. Прилетел заказ. Правда, долгая поездка. Ну, и фиг с ней. Мстиславца 8 и на Ландера 32 поедем. В общем, через весь город. От кольцевой до кольцевой. Жаль, что это эконом. 11 рублей получилось за этот заказ. Это мы проехали 17 километров. Это я по прямой, по проспекту, через весь город. И то он 11 показал, скорее всего, потому, что он считал по кольцевой. Он мне предлагал по кольцевой проехать. Но я по прямой. Но там получалось где-то на 7 или на 8 километров больше. Очередной эконом прилетел. И я вот только подумал, надо не стоять тут на Казинца. А на кольцевую, туда через верх и в сторону Дзержинска. И вот оттуда заказ как раз-таки и прилетел. С Чечета. Так что я уже спешу. Что-то тут дорогу расковыряли. Новенькую кладут. А на съезде там прыгать приходится. А, да, примерно вот так. Я же говорил, пока заказ сделал, смотрите, забрали 4.20. Это там, где с ребенком были. Так что теперь снова будем писать техподдержку. Опять они 3 дня там морозить будут. Но потом все равно отдают деньги. Просто что это много времени занимает. А на этом выпуск я завершаю. Продолжение смотрите в следующем выпуске. Вопросы, пожелания, как всегда, оставляйте в комментариях. И все. Всем удачи. Пока.